Двойной удар на Спорт-ФМ В эти дни точно в подмосковном Нарафаминске Проходит чемпионат России по тайскому боксу И специальный гость, гость, как это ни странно, не участник А именно гость этого турнира оказался и у нас Также в гостях в нашей студии И Роман Мазаров сейчас его представит С большим удовольствием в студии Спорт-ФМ Наш дорогой друг, чемпион организации Глории Чемпион мира Европы по тайскому боксу Артем Бахитов Добрый вечер, добрый вечер, очень приятно Мы на самом деле с Романом подумали Что Артем будет участвовать в чемпионате России Потому что вместе с Артемом Левиным Очень часто мы наблюдаем на любительских турнирах И одного Артема, и другого Артема И все время удивляемся А зачем нужно столь титулованным именитым спортсменом За МС у нас, да? Да, 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 заслуженный мастер спорта Заслуженный мастер спорта Участвует на чемпионате России Заслуженный мастер спорта в квадрате, наверное Или в кубе Да, много турниров уже выиграл А можно так? Заслуженный мастер Дважды заслуженный Ну если бы было так, то возможно можно было уже поставить 2-3 Подтверждение своих званий И больше Да, только Артем, а тогда зачем Надо было участвовать на чемпионатах России Когда в общем-то если приезжают эти двое Все понятно Ну как бы нас обязуют участвовать Потому что мы находимся на зарплате И нужно показывать Какой-то результат раз в год Призовые места чемпионата России Ну и больше конечно европейские Мировые турниры участвовать То есть должны попадать в сборную Да, должны быть находиться в сборной И соответственно за это мы получаем зарплату Кемеровские спортсмены Как всегда, наверное Будут задавать тон Но они всегда задавали тон на чемпионатах России Соответственно на чемпионатах мира Так ли будет в этот раз? Ну знаете, сейчас уже показывают Хорошие результаты ребята Но конечно ожидалось Немножко большего Но ничего Есть подрастающее поколение Очень хорошее подрастающее поколение Ребята молодцы Вот с нашего зала С ДК имени Маяковского Тоже сейчас Уже провели хорошие поединки Были хорошие достойные соперники Некоторые уже и на чемпионатах мира Участвовали Ну не чемпионатах На первенствах мира И они выиграли в сложных поединках Но это как После таких поединков Закаляется дух И уверенности прибавляется еще Я тут поковырялся в инстаграмчике И насколько я понимаю Что отбор на Россию Проходил в Новосибирске, да? Да Проходила Сибирь в Новосибирске Но это, Ром Ты, наверное, представляешь Как во всех видах спорта Отборы на Россию по зонам происходят Да, так я, в общем-то, к чему веду-то? В общем, кемеровские спортсмены Я просто там прочитал Что завоевали медали, да? Да Ну и, соответственно, то есть Кто ехал на Россию? Первые, вторые? Первые, вторые, да Ехали на Россию Соответственно, кто завоевал Был отбор, конечно же Есть отбор на Кузбассе Есть отбор на Сибири Первые номера Оттуда и оттуда То есть два человека с области Едут в одну весовой категорию Оно точно так же, как вот в Московской области Победитель турнира Московской области Поехал на чемпионат России Кстати, с нашего клуба Сегодня выиграл бой Вася Нетрепко Я думаю, что Артем знает Возрастной, возрастной Я слышал про него, да Так, ему 39 лет Но бьется-то он 48 килограммов 48 килограммов? Да То есть это наилегчайшая весовая категория Я понимаю Легче, наверное, уже некуда И он там побеждает Сегодня он победил У него сегодня был бой Да, с нашим Кузбасским спортсменом Причем молодым спортсменом Я не знаю сколько Около 18 Может быть даже и меньше Летому То есть разница В возрасте Колоссальная И показалось все-таки Что опыт победил Он показал, что Возраст Это всего лишь запись В паспорте И не более Потому как Вася в свое время Ему было, по-моему, лет 35-36 фурора наделал Артем, ты помнишь В Махачкале Когда был турнир И он местных товарищей Там складывал штабелями Артем, пришел вопрос На который мы сейчас Коллективно будем отвечать Евгений Голубев За этот вопрос Вопрос приходит всегда Регулярно Звучит он так Чем тайский бокс Отличается от классического Ну, давайте Начинать Отвечать На этот вопрос Артем, начинай Я подхвачу Ой, даже не знаю С чего начать Ну, как бы Кто разбирается В единоборствах Это может Даже не объяснить Артем, это как раз Вопрос для тех Кто не разбирается Потому что Такие люди нас слушают Да, есть такие люди И наблюдается Что в соцсетях Там пишут Многие такие Непонимающие люди Да Никто не разбирается Ну, во-первых Отличается Что бокс Классический Это работа руками Одна Чистая работа руками Тайский бокс Работа Как еще называют Восьми конечностей Бой восьми Восьмируких Восьмируких, да То есть это Ноги, колени, локти Ну и соответственно руки И борьба И борьба Клинч в стойке То есть Минимум ограничений Таких Что касается Только нет партера Остальное все Можно в принципе И нет ударов головой Да И нет ударов головой В общем мы ответили На этот вопрос Все кто интересуется Пишите нам В группу Двойной удар Подробно ответим На все вопросы Игорь Я кстати координаты Не обозначил Дорогие друзья В студии Спорт.фм Чемпион организации Glory World Series Чемпион мира Европы По тайскому боксу Артем Вахитов Поэтому пожалуйста Присылайте ему Свои сообщения Вайбер Ватсап Доступны 925 4 двойки 93 и 2 Ну и конечно же Живой голос Сердце умилее И приятнее Поэтому 499 60 60 93 и 2 И вот еще один вопрос Руслан задает его Артем У вас много титулов Какая конечная цель В спортивной карьере У Артема И кем Артем Хотел быть в детстве Давайте с детства Отвечу Дальше пойдем В детстве У меня есть еще Знаете В то время появились Видеокассеты Видеокамеры И вот папа Тоже частенько катался В Москву И приобрел Видеокамеру И ну с детства Записи там Не помню 4 года Мне вроде было У меня до сих пор Это есть записи И он меня спрашивал Кем я хочу быть Я всегда говорил Майк Тайсон То есть для меня Был кумир С детства Потому что Ну как бы у меня Папа Приобщил меня к спорту Всегда был в спорте У меня была В комнате Шведская стенка Мешок Гири Штанги Все Все принадлежности Для спорта А это точно была Детская комната А не коптерка Какая-то Или сбор Нет Это мы жили в общежитии Там было две комнаты То есть зал Точно комната Да Комната И все И находился Это вот Проснулся И сразу же ты И сразу тренировка И сразу тренировка Да И видев Я плакал со слезами Не хотел заниматься Там меня заставляли Ну вот Результат конечно Дал о себе знать Отвечу на второй вопрос Да Какая цель Конечная Или не конечная Ну в дальнейшем плане Я еще не выполнил Все свои задачи Все свои планы Которые я поставил Перед собой В дальнейшем Еще хотелось Конечно Поучаствовать Попробовать себя В классическом боксе Что сейчас В ближайшее время Будет известно Идут переговоры Небольшие Ну я думаю Вы скоро все узнаете Ну про бокс Отдельно Детально Поговорим обязательно Активизировался Клуб Комбат Сергей Журавлев Пишет Артему привет Когда у Артема Следующий бой Следующий бой Да Ну Ну видимо в Глори Ну конечно да Защита Очередная защита Скорее всего летом В июле Павел Журавлев Пока еще неизвестно Сейчас у Павла Будет бой Он проведет 30 или 31 марта В Лос-Анджелесе Там уже После этого Будет известно Все точно А сколько у тебя вообще По контракту с Глори Еще в боев остается Сейчас у меня новый контракт Ну 4 плюс 1 4 боя И плюс 1 Если еще есть Время не успеваешь А как оцениваешь Вообще Состояние Промоушена Глори И своего дивизиона Всех же зачистил уже Некого бить По сути Есть молодая кровь Всегда есть Знаете Это непредсказуемо То есть весовая категория И вообще Турнир Это организация Глори Потому что Сколько раз Я видел сюрпризов Которые преподносили Там ребята С Там с десятки В конце десятки Там этого рейтинга Побеждали Топовых бойцов Поэтому И сейчас есть молодые Спортсмены Голландцы Марокканцы Которые Они вот есть Просто мы давно не слышали Новых имен Звездных Они пока есть Но И у них Начало Пока Такое Начинается Я смотрю на рейтинг Глори Первая десятка Ариэль Мачада Пройден Зенитин Амерла Еще пока Насколько я помню Нет Даня Илонга Все понятно Саула Каваларя Бил бит трижды Майкл Дуд Это мне кажется Не совсем уровень Мурат Бузиди Это тунисец Который дерется Еще до моего рождения Начинал драться Все остальные Карл Роберсон Рекорд Иван Галас По моему это перуанец Тоже не очень внятный товарищ Это вот первая десятка Да Там еще есть ребята Один есть молодой мараканец Которого сейчас они позиционируют Как молодого Там Хари Бадра Хари Да Он такой же агрессивный У него стиль боя Ему 19 или 20 лет Ну то есть У него все еще Как бы Можно сказать Впереди И он провел Его зовут Имад Хадар Да Да Вроде Так Поэтому Всегда есть Подрастающее Это поколение Да И он сейчас может Ну В первую очередь Сейчас у меня Должна быть Я думаю Все вопросы Подставить На В конечные результаты Должен провести бой С Павлом Журавлевым Да Вот тогда уже точно Да Конечно бы я хотел Попробовать еще В более тяжелой весовой категории Но Рыков Верховин Насколько я понимаю Отчаянно избегает встречи Ой да Сколько мы уже Предложений Сколько Это чемпион тяжелом месте Кто забыл Сколько мы делали предложений Сколько уже вызовов И все пока Молчат Молчат Они находят себе Антонио Сильву нашли Вот они Например Да Да Которые такие бойцы Уже я не знаю Ну На закате своей карьеры Там можно побоксировать Конечно Имя есть Да Но ради Чистого результата Победы его Я не знаю Почему это происходит Ну понятно почему Они же не хотят получить Дорогие друзья Артем Бахитов Студии Спорт.ФМ Чемпион организации Глории Чемпион мира Европы По тайскому боксу Телефонный номер Наш 499-60-60-93-2 Алексей Наш постоянный слушатель Привет Добрейшего вечера Очень рад слышать Артема В прекрасном эфире Вопросов Несколько Первый вопрос Поедет для Артем На чемпионат России По тайскому боксу Куда лично Я отправляюсь завтра Очень хочется Пообщаться лично А второй вопрос Такой вот Комментаторы Подобные Роману Мазурову И же с ним Болельщики Все время кричат о том Что есть целая Там типа Кикбоксеров Тайбоксеров Из России Из Белоруссии Из Украины Которых не пускают В Глори Потому что их очень боятся Артем Вы знаете Какого-нибудь человека Который Не выступает в Глори Но реально Может дать кому-нибудь По башке Из топов И в том числе Подраться с вами Показав интересный бой Все Спасибо большое Всем удачи Вот сейчас была просто Наглая клевета Между прочим Алексею скажем Что Алексей Артем специально приехал В Москву Чтобы посетить Чемпионат России Участвовать не будет Но в качестве Почетного гостя Приглашен И уже сегодня был там Так что есть возможность Алексея с Артемом Там встретиться На второй вопрос Артем Ждем Что скажет Да Я Так Отвечу еще на первый вопрос Я буду присутствовать На полуфиналах В финалах Дальнейшие Потому что Завтра у меня не получится Ну То есть полуфинала В финала Я буду присутствовать На чемпионате России Да Есть Хороший вопрос Такой Ну конечно Это нужно же Работа должна быть С менеджером Договоренной С организаторами Там Договариваются А не насчет бойцов Конечно Есть множество бойцов И украинцев И украинских бойцов И у белорусских Которые в топы Они могут показать Там конкурентные бои Что в любых весовых категориях Но это Я как говорю Что Нужна Работа должна быть Зависит от Самих менеджеров И как они там Уже договорятся С организацией А так Конечно Новые бойцы Это всегда Хорошо Всегда интересно Я просто не помню Когда это я говорил О том Что организация Глори Уолл Сириес Боится русских Украинцев И белорусов Поэтому не приглашает Так наоборот же Интересно в том Чтобы пригласить К себе Самых сильнейших Для того Чтобы показывать Зрелищные поединки Алексей Наверное Я не мог Друзья Вопросов очень много Но Во-первых Саша Литвин Из клуба Комбакт Приглашает Артема Посетить Прийти Ну Хотя бы Хотя бы Вместе Немножечко Там рядом Поставить Потренироваться Но Саша Артем Сейчас не может К сожалению Прийти В Комбакт Сейчас пока не могу Сейчас не самое удачное время Я думаю что Артем Когда Следующий раз в Москве Будет Если будет Если там есть Какие у кого вопросы Можно написать мне Там В инстаграм На личный В фейсбук Страницу Так что Ответим на любой вопрос Алексей Правда ли что Артем не гоняет вес Сейчас Артем весит 197 килограммов И не гоняет вес И не гоняет Да Чувствую себя Отлично Не Я могу сказать Про весогонку Да С весом У меня никогда не было проблем Я раз его согнал В своей жизни Мне было лет 15 Я 77 килограмм согнал И как бы пожалел Что это сделал И с того момента Я ни килограмма Не гонял Всегда боксировал В своей весовой категории Когда я перешел Уже Более По мужикам боксировал Мне в 17 лет Я весил 79 килограмм Мой первый Чемпионат Первый Проходил 81 килограмм Чемпионат России И то есть Дальнейшие 86 я перешел 82 весил 83 килограмма Всегда у меня была Наоборот Проблема С недобором Массы Ну и У кого Какие проблемы Кто я смотрел Готовились Сушились Теряли силы В глазах Была пусота Просто от весогонки Не знали Находили Думали только С гонки веса А у меня было Наоборот Состояние отличное Я чувствовал себя хорошо И выходил на бой С эмоционально Поднятым настроением Спокойным У меня с нервной системой Слава богу Все хорошо Поэтому переживаний Никаких не было Сейчас очень серьезный вопрос Успеваем Ром? Ну конечно Еще 100 лет времени Очень серьезный вопрос У нас появилась Постоянная слушательница Ее зовут Инна Ей 13 лет И она все время Очень серьезные вопросы Присылает И вопрос Как Артем Относится к девочкам В ринге Сейчас вот без шуток И очень серьезно отвечаем Ну это да Очень серьезный вопрос От такого серьезного человека Ну можно сказать Как Артем К 13 летним девочкам В ринге Относится Можно так Не я хочу сказать Про одно Что Я против Женского бокса Против В любом проявлении Против единоборств Вообще Чтобы девушки Участвовали В каких-то Контактных Видах спорта То есть Там Бокс Кикбокс Тайский бокс Ну потому что Не знаю Девушка Она должна Все таки Мне жалко Потому что Они портят Там Ну не Физически Конечно Они Поддерживают себя в форме Но Не дай бог Там произойдет Какие-то Тем более Тайский бокс Это опасный вид спорта Где Работать С коленочками А с другой стороны Ну свернули Чуть носик Целоваться Что удобнее Ну а могут и Губы разбить Тогда уже не будет Посечь Посечь И все в шрамах Девушка Вот мужчина украшает Шрамы Но девушку Вряд ли Никак Хорошо Сергей Журавлев Есть ли предложение По боям Допустим Кун Лун Или Профессиональный Тайский бокс Ну по профессиональному Тайскому боксу Там такого веса Тайцев тяжело найти Это правда Да Вот беспокоят Из других организаций Кстати С Глори Эксклюзивный контракт Или нет Ну да С Глори Там у меня Отдельный контракт Получается эксклюзивный Ну то есть в других организациях Драться нельзя Ну это все нужно Или это обсуждено Это все обговариваемо Конечно Потому что вы знаете Многие там И Рика Верховен Тот же самый боксировал И по ММА И в Кун Луне Являлся чемпионом в Глории И боксировал В других организациях И получил так И Росмалин Да И поэтому Это все нужно обговаривать С ними Я думаю Если они идут На встречу шли То и можно договориться В других организациях Но пока поступать Поступали возможно Но сейчас я Не обращал на это внимания Потому что у меня была цель Сейчас Чтобы зажила рука Вот кстати да Вот об этом хотел спросить Как здоровье Как рука И вообще Сколько уже операций было Ну уже Третья операция на руке И все одно и то же Происходит Из года в год Можно сказать Уже два с половиной года Мучаюсь с этой рукой Ну дай бог Чтобы сейчас все было хорошо И есть время Уже прошло нормально Доктор посмотрел снимки Я с ним на контакте И пообщались Он сказал Что все хорошо Заживление прошло отлично Ну можешь Говорит Начинать работать Ну я думаю Пока еще есть время Я еще подожду Спешить не буду Чтобы наверняка А доктор В инстаграм Фотки выкладывал Рентгенов Нет Доктор он такой Старой закалки У него еще нет Инстаграм И наверное телефон С клопками Это точно Артем А нету Нету вот такой Какого-то психологического Барьера Потому что ты понимаешь Ты сейчас Прямо Роман Мазуров Ты прямо Влепишь рукой У Александра Зверева С языка снял этот вопрос Александр Зверев Он кстати делал С Артемом интервью Для журнала одного Задает вопрос Как идет восстановление И нет ли психологических Зажимов Вот на этом состоянии Ну Как показывает Что нету Потому что я уже После первой операции Провел отличный бой И бил этой рукой Как бы на полную силу Конечно первое время есть Все равно Когда ты начинаешь Разрабатывать руку Потом начинаешь Первые вот эти там Спарринги И там По мешку работать У тебя есть опасения Ты все равно жалеешь Там Ну Лишний раз Сильно не ударишь Но потом Когда ты уже привыкаешь У тебя уже Чувствуется Уверенность Можно сказать В этой руке И В дальнейшем Там уже Ощущений нету Никаких ни болевых Ни страха Никакого Во время поединка Так тем более Когда ты выходишь Да Там уже Там уже Ты через боль бьешь Там уже да И если у тебя болит Потому что Я вот последний бой провел Со сломанной рукой Во время подготовки За там Три недели Я сломал руку За последнюю Вот моя защита Была крайняя С матча За три недели Я сломал Кость И в принципе Провел Хотя В голове Была мысль Что Как бы не ударить Это сильной рукой Потому что Ну Не дай бог Там еще смещение Произойдет Какое-то Еще хуже Чтобы не сделалось И в принципе Провел достойно Перестроились И нормально Все произошло Да и в итоге Там счет был Что-то там Пятьдесят Сорок четыре Да Там вообще Какой-то Страшный счет Совершенно Я если честно Не помню Ну да Там был и нокдаун И как бы В общем матча Да отскочил Так скажем Владимир Клуб комбат Задает вопрос Будет ли у Артема Мастер-класс В Москве Ну мы уже сказали Что этот раз Никаких мастер-классов Скорее всего Не будет Сейчас пока Здоровье не позволяет Дорогие друзья В студии Спорт.фм Чемпион организации Глори Чемпион мира Европы по тайскому боксу Артем Вахитов Поэтому пожалуйста Задавайте свои вопросы Вайбер Ватсап 925 4 2 93 2 Но конечно же Лучше звоните И высказывайте С телефона Номера прямого эфира 499 60 60 93 И 2 Также у нас есть СМС-портал 5533 Слово спорт Начали сообщение Вот интересный вопрос Дмитрий Шелуданов задает Какие спортивные добавки Ну по всей видимости Глобально о спортпите Мужчина интересуется Артем употребляет Ну Обычный Который В принципе Можно купить В любом Магазине Ну имеется ввиду Вот что конкретно Эльтер и Номинокислота Да 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 Сейчас расскажу Да Во время подготовки Я принимаю То есть Гейнер Потому что Я как говорил У меня с массой Была проблема Особенно когда ты Начинаешь по 2 тренировки Тренироваться У тебя То есть Сушит тебя вообще Набрать тяжело Да тяжело набрать И держать этот вес Поэтому я Употребляю Гейнер Аминокислоты Ну все Аминокислоты Все принимают Аминокислоты Да БЦА Ну и в принципе Все Больше никаких И ешь 8 раз в день Ну 10 бывает Стараюсь Часто питаться Не я питаюсь Как бы 3 раза Ну регулярно в день Во время подготовки А так По мере возможности Все Я пытался все следить За правильным питанием Все Расписал себе Но это знаете Тяжело Когда особенно готовишься Лишний раз хочешь поспать А тут тебе нужно покушать Я выбираю сон Потому что сон для меня Это восстановление Организма полного Пищевой режим Часто нарушаешь? Пищевой А роман? Да не сказать Не сказать что я часто Я в принципе В последнее время То есть не сладкая ешка Не Было одно время На самом деле Роман тебе другое предлагает Ты просто не понял Это так завуалированное предложение Я понял уже здесь Подход к холодильнику После эфира совершить Коротенький вопрос Потому как времени Буквально остается Несколько секунд Михаил Смирнов Планирует ли Артем Начать карьеру в ММА? Ну я так предполагаю Что нет 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 Поэтому будем считать Если будут хорошим Возможно предложения Которые От которых я не смог бы отказаться Как Энтони Джошуа Да Предложили сейчас 500 миллионов долларов Да За бой в ММА То почему бы И не согласиться Почему бы и нет Да Я готов Флойдушка Мэйвейзер Миллиард пытается Выпить себе Да Дорогие друзья Сейчас будет небольшая пауза На Спорт.фм Еще раз напоминаю Что у нас в студии Чемпион организации Глория Чемпион мира и Европы По тайскому боксу Артем Вахитов Поэтому ждем ваши вопросы Их есть у нас Но друзья Больше вопросов Хороших разных Ну и разумеется Звоните в прямой эфир Ждем Двойной удар На Спорт.фм Да дорогие друзья Это двойной удар На Спорт.фм Всем еще раз Наш категорический Спортивный Пламенный Бойцовский Привет Студии Роман Мазуров Игорь Рязанцев Мы продолжаем С пристрастием Опрашивать Нашего дорогого госта Это чемпион Организации Глори Чемпион мира и Европы По тайскому боксу Артем Вахитов Поэтому пожалуйста Не стесняйтесь Задавайте ему Свои вопросы Вайбер Ватсап 925 4 двойки 93.2 Ну конечно же Живой голос Сердце умилее Приятнее 499 60 60 93.2 Телефон прямого эфира Да ну и в нашу группу Двойной удар Также сыплются вопросы Их много Иван Опять же из клуба Комбат Вопрос задает Изменилась ли у Артема Техника В связи с тем Что Артем больше выступает В Кейван В Глори Нежели в тайском боксе То есть Вопрос под текстом Не забыл ли Артем Навыки тайского бокса Клинч Скрутки Локти Я думаю нет Я в принципе Даже в тайском боксе Когда у меня Ну выступал По любителям Профессионалов Там боксеров У меня всегда была Манера более Кейван Ну Кикбоксинг Потому что я Не очень любитель Бороться там В клинче И работал локтями Потому что я всегда В своем весе Был меньше Других И работал локтями С более высокими Наоборот было тяжело Ну и соответственно В клинче Соответственно Я Более Такая работа Была динамичная В челноке Работа руками Ногами Отходы в сторону И для меня Это было Ну намного легче И чем борьба Ну конечно Не всегда уйдешь От борьбы И там Можно было сказать Делал так Чтобы не давать Работать сопернику В клинче В общем такой Евротай Ну можно сказать Так да Так Дмитрий задает вопрос Почему не было боя С Владимиром Минеевым Все таки Ну потому что Это уже Пройдена история Я думаю Этот бой Был просто Так Такой Наверное потому что Этого боя В принципе Не должно было быть Не должно да Быть Бой был уже И все И этим Одним боем Сказано Когда прошли В тринадцатом году На чемпионате России В Кемерово И я думаю Этим все было сказано Но лишние разговоры Которые они начали Провести этот бой И это все Только на уровне Осталось Серьезного продолжения Серьезного продолжения Не было Так Игорь Захаров Задает вопрос И этот вопрос Мы как раз С Романом Мазуровым Очень интенсивно Присоединяемся Планирует ли Артем Переходить В бокс Мы уже Анонсировали Эту тему До перерыва Мы говорили о том Будет Продолжение Этой темы И вот теперь Приступаем Крузер вейт Девяносто один килограмм Шикарная была Да да Шикарная была Восьмерка Сейчас Во-первых Осталась двойка Осталась гениальная двойка А кстати Если кто не знает Артем Вахитов Был спарринг-партнером У Григория Дрозда По-моему Перед Володарчиком Да Перед Володарчиком И второй раз Было перед Защитой Ну и как Фоксировать Чемпионом мира Вы знаете Да В принципе Я комфортно Себя ощущал Первый конечно Бой когда с Володарчиком Было немножко Ну и первый мой Такой опыт Спарринг-партнером Участвовать По боксу Именно И было Сложность в том Что нужно было Копировать силе Володарчика Да Потому что Гриша готовился Под него Конечно И я в принципе Не сторонник Такой техники Как Володарчик Более такая Стоячая на ногах Одиночная Левый боковой Там Ну такие Тяжелые удары Одиночные Мне это было тяжело Потому что у меня Более такая работа Серийная Да серийная И в челанке В уходы в сторону Ну вы знаете Я в этот спарринге На этих спаррингах Не только с Григорием Стоял Но и с Андреем Князем И с Дмитрием Кудряшовым В принципе Со всеми Где я уже мог Своей манере боксировать И мне было в принципе Комфортно Я чувствовал себя хорошо И никаких Сложностей Не было Не наблюдалось Артем Опять же Поковырявшись в инстаграме Видел что был в Сочи На поединке Гассиева и Дортикаса Да Вот был замечен Вот расскажи про антураж Потому что мы уже спрашивали У разных людей Вот как тебе Вот все это действие Все шоу Ну и сам бой Ну скажу Что шоу было Вообще Очень Хорошая Такая организация Была на высшем уровне Там Вот эти Свет Звук Все было Постаменты Да Выход их Когда вы видели Да Там Выходят На подиум Становится Там В дым Народ-то ревет Зал был забитый полностью Не знаю Сколько там было Человек И То есть Ну и поединок Был Зрелищный Соответствующий Да И как Вроде У Мурата была травма Даже К этому бою Я Как слышал И Он провел В принципе Достойно Очень Конкурентный бой И Дортикас Показал себя С лучшей стороны Наносил Множество ударов Но Можно сказать Этот драматический Был Поединок Где В последних раундах Все решилось Этот нокаут Когда Мурат сделал Зал ревел Там было очень много Его соотечественников Ну С Соседей Народ потом Просто гулял Как Не знаю Праздник был Как последний раз После поединка Это было просто Везде Флаги Машины Гудят Кричат Как будто Сборная России Футбол выиграла Атем Ну вот смотри Ты смотрел бой И вот ты Реально видишь С какими парнями Тебе придет Конкурировать Вот как ты Думаешь Вот в такой Конкуренции Насколько тебе Будет комфортно Мне будет комфортно Я думаю Я Не думаю даже Я уверен в этом Потому что Давно у меня есть Желание Попробовать себя В классическом боксе Я Сторонник Работы руками Мне очень нравится Работа руками Серийная работа И конечно Соответственно Нужно провести Хороший сбор Хорошую подготовку Но это Не два Даже не три Месяца Чтобы переквалифицироваться Полностью Работа на ногах Работа на руках Защита Это совсем Другая работа Совсем Другой тайминг И конечно же Раундов Намного больше Ну Я думаю У нас все получится С командой С тренером Мы это все будем обсуждать Сейчас Артем Немножечко Немножечко Раскрой карты Вот бой О котором договариваетесь Это будет простой Рейтинговый бой Или же все-таки Это будет достаточно Известный боец Вот в таком духе Я могу Не могу вам сказать Сейчас точной информации Потому что Это все идет сейчас В плане разговоров Ну то есть Переговоров Мы пока еще не пришли К какому-то конкретному результату Переговоров Внутренних Имеется ввиду Да Внутренних Мы еще между Менеджерами Не решили Не решили И в дальнейшем Скоро Вы все узнаете Все увидите Эту информацию Вот интересно Все-таки возвращаемся К боксу Первый тяжелый вес Финал турнира Александр Русик Мурат Гассиев Кто и почему? Ну конечно Болею за Мурата Это понятно Да Но Вы знаете У Мурата Плюсы Да Сила Бьющий Бьющий Да Сила Темп Тоже неплохой У Усика Все-таки Более Мне кажется Похитрее Поодвижней По техничней Можно сказать И я не знаю Не могу сказать Но в таком весе Удар может решить все И у кого есть удар Ну как мы знаем Что у Мурата Есть удар И скорость есть И скорость есть Да И как бы Все есть Ну я думаю Плюсы больше Все-таки у Мурата Потому что он И молодой И помоложе И поагрессивней Боец И это будет Думаю Удар может и решить Один удар может решить Этот поединок Так Алина задает вопрос Какой бой у Артема Был самый трудный На текущий момент Самый трудный Ой даже не могу сказать Но самый трудный Это вот был Крайний бой Наверное Потому что Я выходил На С одной рукой Можно сказать И была Задача Ну Не просто провести Этот бой А выиграть его Нужно было одной рукой Ну Хорошо есть у нас Еще ноги Это Это плюс Это плюс Да И Просто нужно было Тактически Как-то план Построить так Чтобы не травмировать руку Не сделать хуже И Победить То есть это было тяжело Скорее эмоционально Нежели физически Да Скорее всего Эмоционально было тяжелее Потому что нужно было Беречь руку Перестраиваться Там Я Как вы Если вы видели Перестраивался в другую стойку Ну С которой мне Непривычно было Правосторонний Хотя да Сейчас правосторонний Я себя чувствую Намного комфортнее Чем левосторонний А до этого нарабатывалось Правосторонний Столько Конечно нарабатывалось Да Все Какие-то тактические ходы Вот эти Моменты Передвижения Защита Все это нарабатывалось С тренером С командой Там Мы все обсуждали И Ну Отказываться Когда я получил травму Отказываться Даже мысли Не было В плане у меня Ну Конечно Тренер Команда говорили Может быть Откажется Но я Такой человек Я не мог подвести Ни команду Ни там Организацию Ни самого себя Потому что Если я поставил цель Несмотря там На какие там Обстоятельства Обстоятельства Да Я должен добиться Либо выйти Ну Достойно Подбоксировать Там Травмировать Ну Я об этом не думал Да Сейчас когда я уже Отошел от этого всего Я думаю Да Может быть И можно было Отказаться Поберечь свою руку Там Поберечь свое здоровье Но в тот момент Были другие мысли Дорогие друзья Чемпион организации Глория Чемпион мира и Европы По тайскому боксу Артем Вахитов Студии Спорт-ФМ Телефон и номер Нашего прямого эфира 499-60-60-93-2 Борис Здравствуйте Доброй ночи Доброй ночи Роман Пальцович Игорь Анинович И Артем Челман Доброго Хорошего эфира Спасибо Значит Вам здоровья С первой ночи Спасибо большое Спасибо И у меня будет вопрос Будете ли вы 30-го Наплоднять На ВТБ арене Вот Из кого вы будете болеть То есть За Волжанина Или за Магомеда Вот Я буду 22 февраля Борис Мы вас расстроим Вова Минеев Не будет выступать Он порвал кресты К сожалению Против магии Исмаилова Выступать не будет Вот расстроили Видишь человека Повесил трубку Расстроили человека Да Но Это суровая правда жизни Действительно Поединок Который мы так все Долго ждали Он к сожалению Состоится наверное Несколько позже Короткий вопрос Дима из Москвы Сколько Артем Делает жим лежа От груди И много ли занимается С железом Жим лежа Я вот Давно уже не занимался Так как у меня с рукой Постоянно уже На протяжении двух лет Какие-то проблемы С железом Я особо Не дружил Как бы Свой вес Турники Да своим весом Я всегда работал Одно время было Когда я набирал массу Когда мне надо было Мышечную массу набрать Я занимался железом То есть у тренера По Физподготовке Мы все регулярно Там расписывали Постоянно занимались И спорт питания Я в принципе набрал Да Массу Ну сколько жал Жал Ну 110 120 Точно жал 120 жал Да На раз Или Несколько На раз На раз Еще один вопрос От Игоря Захарова Ну можно одной строкой Ответить Очень коротко Ну когда Ну когда же Артем Перейдет уже в бокс Ну хоть примерно Ну давай хоть примерно Скажем В этом тысячелетии В этом Хочу сказать Возможно в этом году Не могу уточнить Сроки точные Потому что так как это все идет Переговоры пока что Очень интересный вопрос От Николая Что Артем думает По поводу Выступления И карьеры Артема Левина В Глори Его слили Или он Сам Не хотел уже Как-то идти на компромисс И договариваться С промоушеном Ну вы видели Да Все Крайний бой Его В Глори Где как бы Судейство Рефери Показал себя Видно С не лучшей стороны С не лучшей стороны Да Что у него настроен Был против Артема Ну как бы Артем просто Готовился к этому бою Это уже ихняя Третья встреча была И Он как-то Эмоционально Слишком относится К Маркусу И В бою Когда он Так эмоционально Что даже кушать не может Ну Может быть Да Может быть Да И Когда вы видели Там Снимали очки Ну и конечно Его В принципе Расстроило это Мягко говоря Расстроило это Артем Вахитов бы Ушел вот так вот От боя Ну Знаете Я Если вот сейчас Поставить На его Себя на его место То Вряд ли Я бы не ушел Я бы боксировал Мы никого не обвиняем Просто вот есть Такое решение Да Есть другое Я бы не ушел С такого положения Потому что В принципе Он когда Боксировал Он Выиграл Этот поединок Можно сказать Ну вот эти Да Баллы снимали Там Но По поединку Он выиграл И мог Оставалось еще Два с половиной раунда И за эти два с половиной раунда Можно было Сделать многое Там Сделать нокдаун И возможно Отправить в нокаут Дмитрий Дмитрий На связи Здравствуйте Вам Да Добрый вечер Роман Шоколад И Заяц Игорь Добрый вечер Рома Ты к тому Что ты из отпуска Да Я понял Что я не пою Такие песни Можно вопрос Артему задать Да Ну конечно Да Артем Добрый вечер Да Здравствуйте Скажите пожалуйста Какая ваша В плане карьеры Спортивной Вот Неосуществимая Пока что Но Вы хотите Осуществить Мечта И Ваш досуг Я не имею ввиду Сон А досуг Что любите Что предпочитаете Спасибо 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 Имеется ввиду Досуг в Москве Пользуешься Журналом Почему в Москве Ты думаешь Там в день Хорошо Досуг Кемеров Да Ну давайте Отвечу тогда На вопрос Про спортивное Да Какие цели Ну Мечта моя Да Это как бы Сейчас Быть чемпионом Мира В боксе Так Это моя такая Маленькая мечта Маленькая такая Незначительная мечта Чемпиона мира по боксу Ну с самого детства Это моя мечта была Которая Быть как Майк Тайсон Да Поэтому мы стремимся К этому Идем Помаленечку Маленькими шажочками Но я думаю Все впереди Досуг какой Ну Как сказать У нас особо В Прокопьевске Я могу сказать Что там особо Разнообразия Никакого нету Тренировки Зал Сон Сон Семья Все Больше Никаких там Развлекательных Моментов нет У нас нету Не можно сказать Там один ресторан На город И он переполнен Ну и да По выходным Он переполнен И то нужно Там записываться А так Занимаюсь Летом Конечно Более Можно обширно Сходить Тоже Ну спортом Конечно Позаниматься Футболом Попинать мячик Вот кстати По поводу футбола Земляк Артема Майч Интересуется В единоборствах Мы бразильянцев Это цитата Чаще бьем Пойдет ли Артем Смотреть Или будет ли смотреть Как они нам Футбол наваляют Ну Конечно Я бы хотел Посмотреть Просто завтра Уже игра Сборная России В Бразилии Завтра уже Завтра да Ну смотреть будем Ну смотреть то конечно Я думал Что на чемпионате мира Уже есть А не 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 Ну нам еще До бразильцев Надо добраться Наши не доберутся До бразильцев Не при каком Игорь Олегович Что-то знает Ну значит Завтра мы посмотрим Это Какую музыку Любит Артем Вахитов Просто времени Очень мало А вопросы сыплются Музыку Разнообразную Я слушаю все От рок Шансон Поп Классику А перед боем Перед боем Перед боем Я вообще не слушаю Ничего да Я у меня Всегда есть наушники Со мной Я летаю в полете Только для меня Самолет Это как Колыбель И музыку Накинул наушники И все Включил Любую музыку Там у меня Может плейлист Там и рок быть И Руки вверх Классическая Руки вверх И то есть Это все В разнообразие Катя задает вопрос Нет ли у Артема Планов переехать В Москву Вот Катя решила Вот сразу Понимает что Времени мало И когда встречать Артема собственно Уже С ключами от квартиры Ну если меня Предложат здесь квартиру Скажут Приезжайте Я еще подумаю А в плане Переехать Нет У меня все устраивает У меня все Есть в зале То есть Зарплата Семья Квартира Друзья Все Все у меня Находится там В Прокопьевске Я себя чувствую Там комфортно Я также могу Приезжать сюда Да на несколько дней Побывал здесь И особо-то Москва Вот этот Ритм жизни Мне Не очень нравится Потому что Мы с провинциального Городка Где Можно все дела Сделать буквально Там за два часа Там 10 дел Переделать Где Здесь с одного края Там до другого края Доехать на машине Это весь день займет И как бы В пробке стоять Есть метро Ну есть метро Да Но в метро тоже В час пик Бывают там такие пробки Бывает в весело Да Такой клинч Бывает Туда заходишь Просто Я после метро Выхожу Меня просто Истощает Все силы В 7 раундах Уходят Да И эмоционально тяжело И поэтому Тяжеловато Поэтому Катя Перебирайтесь Прокопьевск Если имеете Серьезные намерения Между прочим Да Да Дорогие друзья Артем Вахитов Студии Спорт.ФМ Можете еще успеть Задать ему свои вопросы Есть? Так Наш Маша Пока Хорошо Тогда я спрошу Артем Да Вот опять же Мы говорим Про досуг Про какие-то сторонние вещи Ведь закончил же музыкальную школу Да Напомни пожалуйста По какому классу Представляешь Какой дуэт был бы Джабара Скеров на гитаре Артем Вахитов За фортепиано А я считаю Что еще ничего не потеряно Между прочим И представляешь Два знаменитых Легендарных Солистом будет Я думаю Что наверное Григорий Дрозд Мне кажется Ну возможно Почему бы нет Это была бы Шикарная группа Ее надо еще Придумать хорошее название Вот этим мы займемся Вот затем Дело не станет Вы главное Соберите Бойсбенд И начните репетировать А вот закончил музыкальную школу Когда либо еще За инструмент Садился после этого Регулярно Сейчас Последние Два Три года У меня Папа подарил Синтезаторы Я дома Всегда открываю Ноты И что исполняешь Разные произведения Ну вот Любимая Какое Которое ты играешь Знаете Любимая Я не помню Как называется Уна Матана Вроде называется Классическая музыка Людвига Не помню Его полного Имени И мне Ван Битховен Битховен Все играют Произведения Но в основном Не ну ноты знает Человек знает Значит может сыграть Если знаешь ноты Любим можешь сыграть Ну мне сейчас конечно После перерыва Там с рукой Я долго не играл Было тяжело восстанавливаться Как раз разрабатывать руку Очень хорошо Очень такая моторика Разрабатывать руку Вообще шикарно Я сейчас У меня же есть дочка Уже 6,5 месяца Так что девушке скажи Чтоб не ехала никуда Да все отмена И вот родилась дочка И я сейчас Я ей музыцирую Она слушает Внимательно Приучаю к музыке К классической музыке Роман Мазаров Маич там что-то написал Земляк Поэтому отреагируй Пожалуйста Просто Маич Наш постоянный слушатель А название группы Забой Забой Нормально? Неплохо Неплохо Маич и молодец Хорошо потому что Город Прокопьевский Это город шахтеров И там забоев очень много Это правда Отлично Григорий тоже оттуда Я оттуда Между прочим Да Ну Джабар будет Как третий товарищ Да Да Вот что еще хотел спросить Видел фотографии Со сбора Самуи Да И там же был И Дмитрий Менщиков Да Вот как у него сейчас дела Ну сейчас он находится На чемпионате России А То есть там будет Боксировать Да Боксировать Там Вроде Я не знаю Отбоксировал Не отбоксировал Еще пока неизвестно Да Не созванивались Потому что с тренером Там Они обычно поздно же Боксируют Но сейчас Созвонимся Я поинтересуюсь Что не получилось у него В финале С Шером Музулуновым Почему не выиграл Что не получилось Это наверное Настрой на Один удар Опять он Потому что все три боя Вы видели Прошел Такие За меньше Чем за минуту Да И все такие были Он акцентирован Очень сильно бьет Но Этот удар Нужно Бывает Замаскировать Не обязательно ударить Нужно по площади Да Там Чтобы там Из-за Как говорится Из Под жопу Ударил Замаху И И завалил А здесь Нужно было Шерон был такой Непростой соперник Подготовился Хитренький Да Хитренький Быстренький Под занавес Нашей программы Александр задает вопрос Где В Таиланде Лучше тренироваться И у кого Ну Залов там очень много Да Там залов На каждом острове Куча залов Там что На Бангкок На Пхукете Там Шук 10 этих залов Да Я не знаю Но Я был На Самуи В другие залы Самый известный Ситцонг Пинонг Допустим Один из самых известных Ну да Фэртекс Симби На Пхукете Я там Как раз Тренировался То есть В общем Выбирай на вкус Выбирай на вкус Они все В принципе Неплохие Дело в том Что все инструкторы Это Спортсмены С Ну Минимум 200 боев За карьеру Другое дело Насколько вы Вывезите Профессиональный уровень Тайского Тайского бокса Именно тайского Тайского бокса Не российского Поэтому подбирайте зал Под свой уровень Я скажу вот так Ну я думаю Там можно и договариваться Под С инструкторами Они очень быстро Выкупают Артем Ты лучше меня Это знаешь Они очень быстро Выкупают Что ты из себя Представляешь И как тебе Лапы держать И что ты Вообще можешь Поэтому Просто Заходите В любой зал Да Хотел еще спросить По поводу Артема Левина Ему уже предстоит Боксировать с Игорем Бугаенко Очень скоро Артем не боксировал Уже очень долго А Бугаенко Сейчас наоборот На ходу Не слишком ли рискованно? Даже Ну я не знаю Если Артем согласился Я думаю Роман Мазаров Артема позовем В эту студию Он сам расскажет Просто у нас уже К сожалению Пришла пора прощаться Дорогие друзья В студии Спорт.фм Был чемпион организации Глории Чемпион мира и Европы По тайскому боксу Артем Вахитов Артем Очень приятно общаться Как всегда Взаимно Очень приятно Здоровья Побед Спасибо большое Ждем вновь В этой студии И небольшой анонсик Небольшой анонсик В понедельник Возможен приход Александра Волкова В нашу студию Поэтому будьте с нами Мы как всегда Не обещаем Но постараемся Исполнить Это был Двойной удар На Спорт.фм Роман Мазаров И Игорь Рязанцев Всем пока